Еще один иноагент, Лев Пономарев, посвятил свою жизнь защите прав заключенных, в том числе и политических, религиозных меньшинств, активистов, общественников. Еще в 2020 году Минюст внес его среди первых список иноагентов. В итоге в свои 82 сам стал репрессированным в родной стране и вынужден был покинуть ее. Лев Пономарев один из самых известных российских правозащитников. Свою деятельность начал еще в советское время. Был инициатором создания общества по увековечиванию памяти жертв политических репрессий «Мемориал». Сегодня он лидер движения «За права человека» и член Правозащитного совета России. В последние годы Пономарева и его организацию преследовали. После начала полномасштабной войны он был вынужден уехать. Сначала в Тбилиси, а потом в Париж, где попросил убежище. Я эмигрировал только потому, что война началась. Мне дали понять, что уголовное дело. Меня скорее выдавили. Хотя мне сказали, что все уже уголовное дело. Но оно куда-то делось. Я уехал, а оно куда-то делось. Не то, чтобы я хотел, чтобы оно появилось, но там было так, чтобы не было выхода. Они сказали, что мы тебя в четверг арестуем. И я уехал. Беженцем Лев Пономарев стал 80 лет. В эмиграции он продолжает борьбу за права человека. Среди его подзащитных были заключенные, конфессиональные меньшинства и национальные. В последнее время этнический вопрос стоит все острее в некоторых регионах. В частности, в Башкортостане, где были самые массовые протесты с начала войны. Когда закрывали Башкорто, я был против. Потому что это люди, которые имеют право работать в легальном поле. Они говорят, что вот башкирский язык забывают. И в свое время там было обязательное обучение башкирскому языку всем. С другой стороны, конечно, русский, который столько, сколько башкир, может быть, немножко нелепо заставлять каждую русскую семью обучать башкирскому языку. И Путин решил одним розчерком. Все. Нет этого уже. Понимаете? Но, конечно, не так решается вопрос. Решался вопрос должен был так, чтобы они в Башкирии привели референдум, выработали какой-то механизм и сделали бы так, что кто не хочет учить башкирский язык, были бы отдельные школы. А кто хочет, чтобы обязательно был башкирский язык, другая школа. Лев Пономарев считает, что в России нет национальной политики по отношению к этносам в регионах. И это может привести к очень тяжелым последствиям. Даже к распаду страны. Надо понимать, что эти национальные проблемы существуют. В Татарстане то же самое. Там ТОЦ, Татарский общественный центр, я его тоже защищал. Но Путин закрыл его. Они ликвидированы просто решением, считая, что это якобы они радикальные, там, экстремические, ничего подобного. Они еще не экстремические, но станут. После закрытия их они точно станут. Из-за этого надо следить, чтобы, когда уже будет у нас какие-то преобразования в России, чтобы они не выходили из России. Потому что это будет страшная история. Я за федерализм в России. Понимаете, чтобы у них бюджеты бы оставались, там половина бюджета, там половина Москвы. Это все федерализм называется. Но не выход. Понимаете, если выходить, развал России будет чудовищно касаемо, как Харвава, как было в Югославии. Заключенные и репрессированные – основные клиенты правозащитников. Россию сотрясали ужасающие скандалы с пытками в тюрьмах и превышением полномочий сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. Дайте мою отечку, говорю! Не кричите. Эй! Не кричите. Дайте мою отечку, говорю! Я возбудил уголовное дело против тюрьевщиков, которые... Там история такая. В одной из колоний было как бы восстание. Массовые беспорядки. Потом, увы, если это все было придумано, ну, неважно. Там забрали около тысячи человек, следственные изоляторы. Стали их выбивать показания. Кто бы... Пытали их. Там изнасилованы было, говорят, сто человек изнасилованы. Ну, сорок человек мы признали. И мы возбудили уголовное дело. Как? С помощью нашего полномочия Бескальковой. Это было там четыре года назад. То есть я эксперт при полномочии Бескальковой. Я добился ее помощи. А сейчас они разваливают это дело. А, значит, и те люди, которые нам давали показания, пытки, каких пытали, других пытали, они сейчас уже говорят, ну, да, сейчас ситуация, конечно, меняется. Им говорят, это правозащитники нас доказали давление, и мы пошли им навстречу и придумали эти давления. Вот как меняют. Четыре года назад другая страна была еще.